друзья всем привет вы на моем youtube канале вы на канале с медицинским психологом нутрициологом специалистом по пищевому поведению сегодня мы с вами говорим про не только пищевое поведение да про основные причина жира на животе у женщин в основном меня смотрят те кому за 30 и в основе я работаю с женщинами очень редко с мужчинами и поэтому в этом ролике я хочу поговорить именно про женскую историю жир на животе у женщин казалось бы которые сидят на дефиците калорий которые морят себя какими-то диетами в общем все эти вещи мы рассмотрим в этом ролике и если он вам будет полезен пожалуйста лайк подписочка и комментарий я хочу сказать что эта вещь она абсолютно вроде бы понятно но многие все равно не догоняют до конца поэтому я прям вам разжую первое это работа с вашими органами не только секреции но и вашим гормональным здоровьем минералы и функция вообще вашей щитовидки это первое что нужно знать йод и тирозин как уже упоминалось функция щитовидной железы это та история которая нуждается в йоде и т4 т3 они конвертируются без базовых аминокислот без йода селена клетки щитовидной железы и единственные клетки в организме которые могут поглощать йод и соответственно т3 и т4 без них не работает цинк структура рецепторов гормонов щитовидной железы содержит ионы цинка и соответственно он нужен очень сильно силен тоже без его гормоны щитовидки застревает в своем неактивном состоянии и диета с низким содержанием жиров и калорий когда вы снижаете потребление калорий слишком низко или подвергаете свой организм стрессу то здесь сразу начинается проблема конвертации т3 в т4 употребляем в пищу слишком малое количество белка но из без белка извините не не из чего строить те кто употребляют мало белка и высокое содержание жиров те действительно накапливают недостаток пищевого белка приводит не только к потере мышечной массы тела но и к другим проблемам структурным плюс если мы с вами говорим про то что у женщины например есть дефицит витамина d очень сильный то здесь проблема не только щитовидкой но в принципе проблемы с нервами с мозгом совсем когда в вашем кровотоке достаточно витамина d жировые клетки замедляют свои усилия по выработке хранению жира когда у вас низкий уровень витамина d уровень паратериоидного гормона автоматически повышается если у вас вдруг есть хронический стресс или вы не спите к примеру по какой-либо причине то в два раза чаще вы начинаете от тревоги набирать вес это та история которая уже достаточно давно понятно и здесь мы с вами говорим про базовые исследования стресс может привести к вегетативной дисфункции к проблемам с метаболизмом и стресс может повышать активность глутамата периферической коре головного мозга препятствуя сну в общем вот это так такие вещи которые нужно знать то есть делаем с вами выводы употребляем мало белка плохо не спим плохо имеем дефицит минералов плохо не двигаемся плохо имеем дефицит йода плохо есть проблемы с печенью или почками желчным плохо конвертация тоже происходит там кишечник должен быть здоров стресса нула получила то есть все зависит от вот этих базовых пунктов и бывает так что ем печеньку получаю за день одну печеньку получаю плюс 20 пд лучше бы ты ела целый день и и это бы дало тебе энергии и силы поэтому думайте подписывайтесь пока